Первая встреча на местном уровне региональных групп по достижению целей устойчивого развития состоялась на базе Брестского технопарка. Участники и исполнители мероприятий, направленных на достижение целей. Программу эту еще называют повесткой 2030. Ее цель – оптимальное использование органических ресурсов и экологических природы, энергии и материалосберегающих технологий, сохранение стабильности социальных и культурных структур, обеспечение целостности биологических и физических природных систем. Работа по достижению цели устойчивого развития в Беларуси строится системно. И данный вопрос находится на контроле у главы государства нашего президента. И мы провели очень большую работу на республиканском уровне, на национальном уровне. В эту же работу включены и решения, которые приняты на парламентских слушаниях, на заседании Президиума Совета Министров. То есть сегодня вся работа строится в направлении имплементации цели устойчивого развития в наши программные документы, в государственные, отраслевые программы и региональные. Сегодня в городе над Бугом стартовал очередной этап большой работы. Мы прекрасно понимаем, что ничего нельзя достичь, если не выстроить работу на региональном уровне, и не только на уровне областей, и на уровне районов. Поэтому второй этап, который мы себе ставили эту цель, и сегодня мы это притворяем в жизнь, это познакомить региональные группы между собой, показать лучший опыт работы региональных групп, показать, как работать с показателями на региональном уровне, каким образом выстраивать стратегию развития регионов и районов и обсудить проблемные вопросы, которые могут возникнуть. В направлении достижения цели регионы работают с разной интенсивностью и имеют разные результаты. На лидирующих позициях Брестская и Могилевская области, а также город Минск. Сегодня стоит задача подтянуть до их уровня и остальные. Мне очень приятно здесь присутствовать на этом встрече рабочей группы по региональным аспектам цели устойчивого развития. В Беларуси ведется очень активная работа по разработке государственных принципов, государственных программ, которые будут направлены на достижение цели устойчивого развития. Беларусь очень хорошо организовала структуру координации работы по целому устойчивому развитию. В этом участвует тоже Организация Объединенных Наций, ООН, программа развития ООН, ЮНИСЕФ, программа народонаселения Организации Объединенных Наций, УНФПА. Мы это поддерживаем уже второй год. В Могилевской области мы делаем все пошагово. Мы создали рабочую группу, провели консультации, провели переговоры с основными компонентами, кто является провайдером цели устойчивого развития. Мы достигли определенных успехов, потому что, наверное, начинаем с низов. У нас очень серьезные исследования статистические исследования, начиная с 2010 года, по каждым направлениям по горизонтальному к вертикальному ряду цели устойчивого развития. Мы находим проблематику, которая является на сегодняшний день, наверное, основной для того, чтобы формировать у людей сознание и преемственность цели устойчивого развития, чтобы каждое управленческое решение на региональном уровне зависело от тех людей, которые вникают в данный процесс. К слову, важные проекты реализуются и в городе над Бугом. В их числе программа для женщин, пострадавших от насилия, а также город дружественный детям и Симбио-Сити. О последнем на встрече говорили подробно. Наш проект Симбио-Сити – это как часть реализации национального плана экономического развития Республики Беларусь до 2020 года. Было постановление Сумина, и в соответствии с этим постановлением мы разработали нашу концепцию. Значит, концепция – это как такая маленькая программа развития города Бреста, но уже адаптированная более к европейским нормам, то есть к устойчивому развитию. Ну, модное такое слово. А вообще, это как в первую очередь инструмент привлечения инвестиций в город. Брест для нас особый город, потому что Брест – один из первых городов, который получил почетное звание «Город дружественных детям». И поэтому для нас важно, что Брест и область, там несколько городов, уже подписаны с нами соглашения «Город дружественных детям». Мы хотим, чтобы каждый город Беларуси занимался вопросом детей, потому что 14 и 17 целей непосредственно связаны с детьми. Поэтому целое устойчивое развитие – это для нас очень важно и для каждого ребенка в мире и Беларуси. В конце января в Минске состоится национальный форум по целям устойчивого развития. В рамках мероприятия планируется обсудить государственную стратегию устойчивого развития до 2035 года, подвести промежуточные итоги выполнения существующих программ и проектов, а также наметить приоритеты и акселераторы развития Беларуси.